хочу рассказать о двух моих инструментах которые я сделал своими руками это не хромовый лобзик или не хромовый резак и выжигатель по дереву значит главная деталь и того и другого инструмента это не хромовая проволока вот на лобзике и вот она на выжигателе расскажу немного о том что такое не хром и не хромовая проволока это металлическая проволока на которую можно подать напряжение и короткого замыкания не будет как случае с обычным проводом а будет выделяться тепло то есть проволока будет раскаляться до нескольких сот градусов по 1000 даже и вот этой раскаленной проволокой можно резать фанеру также как лобзиком можно резать фанеру пластик и все это без шума без стружки в отличие от обычного лобзика только единственное что дым идет но поверьте дым это лучше чем пыльная мелкая стружка и шум вот сейчас сейчас уже ночь я могу свободно резать фанеру вырезать что-нибудь никакого шума абсолютно это не создаст вот и выжигать можно выжигать рисунки на фанере не хром в чем фишка в том что он имеет сопротивление сравнительно большое по сравнению с медью алюминию сравнение с теми металлами из которых делают обычные провода моток такой проволоки не хромовой я купил на алиэкспресс вообще выбираю товар очень тщательно заморачиваюсь анализирую отзывы большое количество прочитываю целыми страницами и неудивительно что покупка я доволен ни хром вообще состоит из никеля и хрома плюс некоторые добавки добавки есть и другие сплавы которые тоже имеют достаточное сопротивление чтобы выделять тепло при прохождении тока это фехраль например и другие но они имеют более низкие эксплуатационные качества они хром хорош тем что он остается гибким даже при многократном нагреве остывание не становится хрупким как фехраль и есть такой способ отличить не хром от фехраль если магнит поднести к проволоке то она не магнитится если это не хром вот у меня магнит маленький но мощный и совершенно не магнитится вот для сравнения например ножницы магнитится то есть это настоящий не хром чистой воды как говорится значит и опытным путем я определил что 8 сантиметров проволоки имеет сопротивление 1 ом толщина кстати пол миллиметра диаметр то есть ну что можно попробовать теперь продемонстрировать как работает в качестве источника питания использую аккумулятор от компьютера то есть не аккумулятор что я говорю блок питания от компьютера это реально реально мощный блок питания вообще зверь такой вообще зверюга вот output выход то есть 5 вольт 40 ампер он способен выдать 12 вольт 18 ампер способен выдать ему бы провода помощнее а так вообще зверь теперь пару слов о том как я сделал нихромовый лобзик он у меня состоит из двух ручек деревянных которым саморезами прикручен кусок нихром нихромовой проволоки он у меня питается от 12 вольт и ток в нем при этом течет по-моему ампер 6 ампер и токным путем подобрал длину проволоки чтобы она не слишком много тока потребляла но и чтобы работала нагревалась хорошо вот что у меня здесь значит саморез и гайка саморез вкручен в брусок из дсп между саморезом и гайкой прижат нихром и обычный провод так что через саморез они плотно контактируют да ну и на другой ручке то же самое и вот эти два провода которые идут от разных концов нихрома и они подключаются к блоку питания дальше выжигатель сделан по такому же принципу кусочек фанеры я это все для себя делал не заботился внешнем виде особо и вот по обеим сторонам здесь тоже самое два самореза с двумя гайками на которые зажат кусочек нихрома покороче значительно чем у лобзика питается он от 5 вольт фанера тут достаточно тонкая чтобы удобно было в руках держать рисовать как фломастером по фанере и поэтому саморезы проходят насквозь и я вот так постарался чтобы они не замкнули ведь не прямо друг напротив друга на расстоянии вы поняли что имею ввиду и также провода идут и я еще сделал выключатель в цепь просто в разрыв цепи в итоге эти два провода идут к 5 вольтам на них подается 5 вольт и они попадают эти 5 вольт на нефром много чего наговорил теперь надо это все продемонстрировать вырежу я для демонстрации магнит на холодильник а м Продолжение следует... Сейчас буду вырезать эту бабочку лобзиком, нехромовым. Вот его два вывода, подключаю 12 вольт. Блок питания пока выключен. Включаю. Проволока не видно, что она красная, краснеет или желтеет. Это видно, потому что она покрылась оксидной пленкой, а сам металл не виден под ней. Вот поэтому и не видно, как он меняет цвет. А может и не поэтому, я не знаю. Но потихоньку он режет. Причем без шума, без стружки. А дым спокойно вентилятором можно отводить, если требуется. Вот сейчас хорошо идет. А бывает, что доходишь до какого-то места в фанере, которое почему-то трудно прожигается. И стоит на месте, как будто что-то с лобзиком не то стало. На этот раз вентилятор я поленился включить. Придется проветривать квартиру. Вот полезно, кто курить бросает. Вот тут какое-то место на фанере, которое не сжется. Тот кусочек, который не прожигался, в том месте я просто отломал. Это не составило труда. Продолжаю дальше. Я избавился от ДСП. Вот теперь у меня две нормальные деревяшки. Надо следить, чтобы провода не сгибались. Расплавились от спирали, чтобы спираль не попадала на изоляцию. Такой прибор очень хорош, когда надо вырезать по кривой линии что-то. Вот то, что я сейчас делаю. И я, похоже, опять попал на непрожигаемый участок фанеры. Ну, зайдем с другой стороны. Опять этот непрожигаемый. Попробую его обойти, что ли. Эти участки доработаю стамеской. Которой прожечь не получилось. Блок питания так и остался холодным, как был. Вот как теперь выглядит мой лобзик. Две нормальные деревяшки, которые уже не расплавятся. Сюда 12 вольт. И вот моя бабочка после обработки стамеской, наждачкой. Я удалил те места, которые не прожигались. Отшлифовал. Теперь беру магнитную бумагу и обвожу бабочку по этой бумаге. Со стороны пергамента. Чтобы потом вырезать. Обвожу гелевую ручку, так как больше ничего по ней не пишут. Поэтому по этой пергаментной бумаге. Это бумага магнитная. Она как наклейка. Пергамент снимается. И там клеящаяся сторона. Я ее наклею на фигурку. Ну и теперь вырезаю ножницами. Ну и теперь приклеиваю. Сейчас как бы ручная работа не ценится. А наоборот ценится совершенство форм. Наоборот работа машин сейчас ценится. Машин, станков. Зато отсутствие станков, электроинструментов заставляет искать элегантные решения тех или иных задач. Можно еще и полакировать ее. Машин, станков. Машин, станков. Машин, станки. !.. Настыка. Настыка. Продолжение следует...